Здравствуйте друзья, с вами вновь стайл. Просмотры подсказывают, что вам очень зашли девушки из Лего Бионикл. Я на своей странице в ВК спросил, хотите ли вы продолжение. Голосование показало, что да. Так что начинаем. Лего Хэви Индастрис сделал эту тянку. По словам автора, это самоделка Снайпер, что видим по винтовке на руке и специальному шлему на голове. Думаю, мы все здесь уже поняли, зачем я взял данный МОК. Шикарные пропорции перекрываются и минус СД. Я, конечно, отмечу стрёмные голени, но всем понятно, чем СД должна цеплять. Ага. Очень приятная цветовая гамма, выполненная в Олд стиле, потому что такой бронзовый встречался именно там. А данный оттенок серого и чёрный отлично с бронзовым сочетаются. Поехали дальше. Кто там у нас Олд и следит за Бионикл с самоделками больше, чем 5 лет? Вы, конечно, помните эту Банни и ещё пару Олдовых добротных тяночек. Несмотря на свой приличный возраст, эти самоделки вполне могут конкурировать с сегодняшними. И конструкция, и пропорция у обеих хороши. Самоделка Оливия от Джерека, спасибо этим надписям на фотографиях, мне очень зашла. Сделала оттенка 3 года назад, но меня поразило. Похожей конструкции вообще нигде не видел. Да, дирижабли использовали, и не раз, но в качестве груди тоже, оказывается, выглядит хорошо. Самоделка очень аккуратная, абсолютно все некрасивые элементы скрыты. Такой типаж самоделок, в принципе, очень редко встречается. Снова МОК от Heavy Industries. Крайне редко авторы обходят типичные для девушек пропорции в своих самоделках и применяют что-то новое. Тут это огромные кисти и ноги. Правда, это не отменяет огромного количества голого техника в самоделке. Ещё выигрышными являются позы. Они здесь крутые. Такие огромные руки позволяют цепляться за стены и наносить мощные удары. Специально решил не брать обычный фотосет для Дианы. Да, эту самоделку именно так и зовут. Ведь есть такой, под названием «Двойные выстрелы». Самоделка хвастается отличными женскими пропорциями. Мне очень нравятся ЦГ модельки и накидка из деталей дирижаблей сзади. Но Heavy опять накосячил с голенами. Их можно было сделать и лучше. Хотя минус далеко небольшой. Кстати, помните, я тоже делал тянку Трис? Так вот, у неё были ужасные каблуки. А Heavy Industries придумал отличную конструкцию. Такого я ещё нигде не видел. Он не плагиатил. И за это ему респект. Вертига сделана по похожему принципу, что и первая тянка. А потому у неё отличнейшие пропорции. Круто выглядит с белым цветом. Вертига оснащена огромным количеством разнопланового оружия. Это и ручные миниганы, и наплечная тяжёлая пушка. Самоделка пока что VIP. Автор работает над хип-джоинтом. Так что не смотрите на него. У Вертига самые длинные волосы. Они собой представляют косу. Кстати, конец этой косы сделан с помощью оружия. Вот так вот необычно. Я был бы не я, если бы под конец не запихнул Джок Билда, выпуск тянок. Девушек он делает редко, но метко, как говорится. Функцию волос выполняют ещё одни руки, которыми она может схватить кого-нибудь. Выглядит очень интересно. Как я понимаю, Джок Билд подчеркнул эту идею из аниме. На этом всё. Хотите как-нибудь третью часть? Да не вопрос. Главное, покажите свою активность под данным видеороликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok